Девушки отдыхают 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 А еще плюс мои подработки. Я еще халтурю, хожу, выравниваю стены. Все, обои клею. Конечно, Ваша честь, я нормально. Еще у меня с внучкой петрунства. С умершим-то когда познакомились? Ну вот я к нему пришла косметику делать на кухню. То есть вы ремонт делали? Да, да. Когда? Два года назад. И мы с ним так познакомились. А с Эссеном знакомы? Я ее вообще, эту женщину, не знаю. Первый раз о ней слышу. Да, я ее не знаю, эту женщину. Он просто говорит, что... Первый раз слышу. Мы с Эссеном созванивались и по скайпу. Она врет, Ваша честь. Где-то дочь там в Сибири, где-то там строит свои дома. Скажите, умершего был компьютер? Общался с дочкой по скайпу? Общались мы. Откуда я знаю, Ваша честь? Я хозяйственная женщина. Я должна накормить, напоить, одеть, обуть. Вот накормила, три недели покормила. Ваша честь, извините, она не права, Ваша честь. Ну как не права, все документы. Мы с ним знакомы два года, Ваша честь. И полтора года назад по взаимной симпатии мы зарегистрировались законным браком. Я его законная жена. Полтора года уже. Жили с ним в его квартире, правильно? Да, мы жили в его квартире. Борисовская, это вот, что у вас там, 50, квартира 7. Однокомнатная квартира. И все бы хорошо, и ничего бы. А причина смерти? Понимаете, 17 июня у меня день рождения. И Алексей Федорович сказал, Лена, я тебе подарю квартиру целиком. Мы пригласили Ваша честь нотариуса. И нотариус нам сказала... А почему пригласили? Вы что, сами не могли пойти к нотариусу? Алексей Федорович его пригласил на дом ее. И она нам записала договор дарения. Но так как я не гражданка России, то она сказала, этот договор не пройдет. И мне не получится вся квартира в подарок целиком. Почему? Ну, потому что она говорит, я не гражданка России, я гражданка Украины. И что? Мы как беженцы. Она нам так сказала, что надо заключить этот договор ренты. Тогда будет у меня вся эта квартира, мне перейдет целиком после его смерти. Не договор ренты, а договор с пожизненным проживанием. Да, договор содержания сожзевением. Я его там, ну, Господи, обязана там, я даже не читала его, Ваша честь. Ну, честное слово, вот только 14 тысяч эти, которые я должна была положить ему. Я всегда клала в секретер, вот 30-го числа июня. Да что ты врешь, куда ты их клала? На карточку ты себе их оставляла. Мне соседи говорили, что он тебя содержал. Да одна баба тебе сказала. Не одна баба. Какие-то соседи тебе говорили. А многие говорили. Вот они все эти деньги. Да ладно, конечно. Ты их взяла оттуда, секретера. Да, это он тебя содержал, что ты врешь. Ваша честь, я воровка. Я вру, Ваша честь. Тихо, тихо, тихо. Хотя пусть она подавится этими деньгами. Прямо вот деньги ей эти надо. Ой, я не могу, Ваша честь, вот откуда у такого хорошего мужчины? Хулиганец, да? Вот такие вот... Хозяйственная женщина, взрослая. Ваша честь, все эти приходят сюда, иметь дело. Ну-ка, быстренько все собрали. Ваша честь. Я вот вообще не допускаю такого поведения в суде. Ну вы поймите, мы жили душа в душу полтора года. Собирайтесь, собирайтесь. Если бы я бы хотела его убить, я бы еще полтора года. У него же язва желудка, Ваша честь. Вы понимаете, я себе лечь. У него же язва двенадцатиперстной кишки, Ваша честь. Ему была язва, она его кормила. Ему за 70 лет, Алексею Федоровичу. Я всех, да, на рынке покупала, все самое свежее. Я по распродажам не ходила, Ваша честь. А что же умер-то у вас от пищевого отравления? Что умер-то? Не кидайтесь больше деньгами, пожалуйста. Что-то не пошло, может быть, ему с этой... Заберешь, милая моя. Что-то не пошло. Ну, не знаю, может, грибы. Он очень любил грибы у меня. Чем отравился? С язвой грибы, да? С язвой грибы, да? Да. Под сличным соусом. Чем отравился-то он? Ну вот мы день рождения мой справились 17-го числа. И после этого как-то ему хуже, хуже, хуже. Ну, наверное, вот эти язвы его и допекли, Ваша честь. Вот договор как-то составили, так хуже и хуже пошло. Да я даже ни сном, ни духом, Ваша честь. Вот истинный вам крест. Я скажу, да не может быть такого, чтобы я его отравила. Да я полтора года с ним жила, еще 15 лет бы прожила, Ваша честь. Он бы без тебя прожил еще точно 15 лет. Он же ей звонил тогда, когда еще договор дарения, он решил на меня оформить. Она сказала, что это однокомная квартира, 100 лет ей не нужна. Что она там строит двухэтажный дом в своей этой Сибири, какой-то там далекой. И она там будет жить с детьми, и все хорошо. Поэтому мы и решили написать этот договор. Документы мне передайте. Пожалуйста, вот справки, и вот что я гражданка Украины. Мы жили с Алексеем Федоровичем полностью на всех основаниях закона. Мы законопослушные граждане, Ваша честь. Суд удаляется для внесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Я взял гармонь, иду, если честно, упал на лестнице. Она как старая рассыпалась, развалилась на части. Так, а там? После смерти отца наследник не стал претендовать на его квартиру, уступив ее родной сестре. Он взял себе на память только старый отцовский баян. Но именно в этом баяне хранились 50 тысяч долларов, о которых умолчал наследодатель. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Я знала, где она, с кем она гуляет. Вот, она знала, где что. Знаете, я бы тоже от вас сбежала. Я не сказала бы, куда. Женщина вышла за мужа своей покойной подруги. Спустя полтора года ее подружка восстала из мертвых, а муж выгнал ее из совместно приобретенной квартиры и подал на развод. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о признании недействительным договором пожизненного проживания оставить без удовлетворения. Естец, разъясняю вам. Не пожизненное иждивение, а пожизненное проживание. И это был договор не ренты, как вы предполагали, а договор дарения с пожизненным проживанием. То есть, иными словами, между ответчиком и вашим отцом был заключен договор дарения. Но согласно условиям данного договора, ваш отец имел право проживать, владеть и пользоваться этой квартирой. Передавая свою собственность, тем не менее, он оставался проживать в этой квартире. Ни о каком содержании и ренте вопрос не шел. Кроме того, как было установлено в судебном заседании, ответчик состоял в браке с вашим отцом. В данном случае спорная квартира являлась личной собственностью умершего, но он был вправе распорядиться своим имуществом, что он и сделал, заключив договор со своей супругой. В данном случае при заключении договора требования закона не нарушены. Поэтому суд не признает данный договор недействительный на основании статьи 168, часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также в данном случае нет и основания для расторжения данного договора, так как закон, а именно статья 450, часть 2, пункт 1, допускает расторжение договора только при существенном нарушении договора другой стороной. В судебном заседании не установлено, что ответчица нарушала условия договора, ваш отец продолжал проживать в этой квартире, и ответчик состоял с ним в законном браке, никаких жалоб не поступало с его стороны, поэтому оснований расторгать данный договор у суда не имеется. Понятно решение суда? Понятно. Дело закрыто. Истица несла полную клевету в зале, и я рада, что правда оказалась на моей стороне, что меня здесь услышали. Я всегда была законопослушной гражданкой и никогда не буду сворачивать с этой линии. Я все равно считаю, что она мошенница, и что это она отравила моего отца. И я этого просто так не оставлю. Истец Екатерина Шабанова подает иск о признании права собственности на денежные средства в размере 25 тысяч долларов в порядке наследования по закону. Ответчик Михаил Шабанов иск не признает. Слушается дело. По иску о признании права собственности на денежные средства в размере 25 тысяч долларов США в порядке наследования по закону. Истец Шабанова Екатерина Алексеевна, ответчик Шабанов Михаил Алексеевич. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Дело в том, что 10 месяцев назад умер наш отец. Вот свидетельство о смерти. Как бы наследники мы оба, вот я и мой брат Михаил. По наследству нам досталась небольшая от отца квартира, 26 метров, ну, захламленная, маленькая. Я в нее въехала и проживаю там, потому что у меня собственного жилья не было. И брат в нее уступил и сказал, что, пожалуйста, въезжай. И брат отказался от своей доли наследства в данной квартире? Да, мы с ним так договорились. Да. После того, как я въехала, я, ну, поняла, что там надо делать ремонт, потому что очень много всего, всякой рухляди в квартире. Я позвонила брату и сказала, что, Миша, как бы я собираюсь выбрасывать вещи. Он кричал, говорил, нет, пожалуйста, ничего не выбрасывай. Я хочу приехать забрать какие-то вещи в память об отце на дачу. Я подождала некоторое время, никакой реакции не было. Миша не приезжал. В итоге я еще раз позвонила и говорю, все, как бы вопрос решен, я все выбрасываю. Он кричал по телефону, ну, попросил, уговорил меня оставить хотя бы отцовскую гармонь. Ну, там не только гармонь, там, собственно, и еще другие вещи, но там уже бесполезно было. Ладно, в общем, я оставила гармонь. Прождала еще полгода, пока Михаил до меня доехал. И пришел, забрал гармонь, еще несколько вещей. Я еще удивилась, думаю, почему он как бы без машины, потому что все-таки, ну, не пушинка вещи тащить надо. Думаю, ладно, такси, наверное, вызовет. Подошла к окну посмотреть, он ушел из квартиры, проводить его, смотрю, нет и нет. Минут 15 проходит, Миша так и не появляется. Ну, я думаю, надо, что, может, в лифте застрял или еще что-то случилось. Была уже, отошла от окна, смотрю, выходит из подъезда. И ничего в руках у него нет. Я спустилась, смотрю, под лестницей лежит разорванная гармонь. Мне звонит через неделю буквально его жена Мария. В слезах вся и говорит, так и так, Миша меня бросил и ушел. Принес домой огромную сумму денег, 50 тысяч долларов. Представляете? Тут-то я и поняла, что, скорее всего, эти деньги были в этой гармонии. Вот, ну, она такая разорванная, я вот покажу, вот видите, тут даже снимается. Вот, возможно, они тут и хранились, эти деньги. А доказательства какие-то есть у вас, кроме ваших слов? У меня есть свидетельница, которая может все рассказать. Хорошо, свидетельницу мы опросим чуть позже. Да, но дело в том, что, понимаете, просто получается несправедливо. Дело в том, что моя часть наследства, да, не сказали? О чем ты вообще можешь говорить? Тебе и так квартира достала. Подождите, ответчик. Так, моя часть наследства состоит, в общем-то, ну, намного меньше. Поэтому, поскольку это наследство, вы просите эти денежные средства, чтобы ответчик вернул вам, да? Да, чтобы он мне половину отдал. 25 тысяч долларов США, а в эквиваленте, соответственно, 1 450 000 рублей. Документы передайте, пожалуйста, какие у вас имеются? Да, здесь вот свидетельство за смерть и оценка квартиры, пожалуйста. Оценка квартир. А квартира по оценке? 750 тысяч рублей. 750 тысяч рублей. Хорошо. Ответчик, слушаю вас. Ваша честь. Ваше отношение к иску? Я его отрицаю, этот иск. Не признаете? Не признаю, конечно, потому что это бред полный. Почему? Не было денег в баяне? Вообще, я не знаю, о чем она говорит, какие тут могут быть деньги. После того, как отец наш умер, то он оставил нам квартиру. Действительно, квартира небольшая, но я по-братски, как говорится, оставил эту квартиру у сестре, потому что она, во-первых, сама туда въехала, ничего меня не спрашивая, перед фактом только поставила меня, ну и аргументировала, ей квартира важнее, ей не где жить. Ну, конечно, у тебя же квартира и все есть. А вам важнее была гармонь? Да, в итоге... А почему вы выкинули-то? Подождите, естественно. Я приехал, естественно, все вещи она повыкидывала, гармонь, слава богу, оставила хоть что-то. А почему, слава богу-то? Хоть что-то осталось и так далее. Так, взяли гармонь, обрадовались? Я взял гармонь, иду, если честно, упал на лестнице, она, как старая, рассыпалась, развалилась на части. Так, а там? Там ничего нет, а тут, естественно, я встал, идти больно, гармошку поставил в угол, вышел. А почему вы гармошку-то не собрали обратно? Гармошка тяжелая, во-первых, вышел до поликлиники 100 метров дойти, и все, хотел вернуться за ней. Так тут это уже начинает орать на меня, беситься и туда-сюда. А зачем вам в поликлинику надо было? Подвернул ногу я на лестнице гармонь, упал я на лестнице, когда спускался, гармошка развалилась, и ногу подвернул. Ну, как говорится, получилось так. Так, гармошку оставила, если бы ее украли, она же вам дорога, как память? Как дорога, как память, но в тот момент нога болела очень сильно. Он все вытащил из нее и пошел с деньгами. Что там вытаскивать-то? То есть вы хотите сказать, что никаких денег не было? Естественно, они там и быть не могли, никаких денег. И для вас была полная неожиданность, что гармонь развалилась? Ну, как говорится, да, не хотелось бы, чтобы она развалилась. А как вы думаете, вдруг, если бы вот в тех вещах, которые вы выкинули, тоже были бы деньги? Я, кстати, тоже тебя об этом хотел спросить. Придумали какие-то деньги в гармошке. Я-то не знала ни про какие деньги, ни про гармонь, я не знала. Ну, готова была. Вы же выкинули много вещей. Много выкинула. А, кстати, если бы там деньги были. Ну, это хлопаю. Ну, если бы я знала. Хорошо, свидетели. А может быть, там бриллианты в ножке стула. Свидетели заявлен. А что у вас, документы какие-то вы хотите? У меня тоже вот свидетельство о смерти отца, свидетельство о разводе с женой. А что с женой-то развелись? Да потому что у меня другая женщина, я с ней уже съехал, развелся с женой. Мы купили квартиру с моей женщиной. А на какие денежные средства? На ее денежные средства. Естественно, после официального развода с женой, чтобы с женой не делить эти деньги. Купили с ней квартиру и все. И вот у меня свидетельство о восторжении брака и свидетельство о покупке жилья нового. Ну, хорошо, передайте. Я посмотрю, правда, это к существу спора не имеет отношения. У меня про себя документы. Ты сказочник, Миша, ну как вообще так? Ну как, не начинай. В общем, у вас новая жизнь, ответчик. Да, у меня началась. Хорошо, свидетель, пожалуйста, пригласите, пожалуйста, свидетеля. Свидетели сца, войдите. Проходите. Представьтесь, пожалуйста. Шабанова Мария Григорьевна. Кем вы приходитесь исту, и ответчику? Вот Михаил, мой бывший муж, а я приехала, чтобы поддержать Катю. Понятно. Истца? Истца. Понятно. Пожалуйста, вам известно, о чем заявлен спор? Да, конечно, о деньгах. Я их случайно нашла на антресоле в пакете. Вот, нашла деньги, я их достала, пересчитала 50 тысяч долларов. Вот, пришел муж, я спрашиваю, вот, Миш, а где ж такие деньги-то взялись? Ты ж уехал к сестре, там, за гармонию, за какими-то вещами, но ничего не привез. Вот, а деньги, 50 тысяч долларов есть. Он очень разозлился. Кричал на меня, ударил меня. У меня даже справка, вот, есть заключение от врача. Да, Ваша честь, мы вообще не имеем отношения ни одна, ни вторая, ни к каким деньгам. Это деньги моей, на тот момент, любовницы, на которую мы потом купили квартиру. Ой, что ты врешь, ты на себя смотрел? Кому ты нужен, Господи? На себе другим не судят. Ой, ради Бога. Рассказывай сказки. А тут они напридумывали какие-то деньги, еще какие-то фотографии. Вот я сфотографировала. Может быть, в интернете. Сейчас, подожди, сейчас суд все выяснил. Когда он собрал вещи, ушел от меня, я нашла письмо. Нашла письмо от свекра, в которой было написано, что не выбрасывать гармонь, он секретом это гармонь. Вот. Ушел от меня, собрал вещи, подал на развод. И через месяц я узнала, что он купил квартиру и живет сейчас там с любовницей. Мы, когда оформляли смерть отца, мы приехали за документами к нему в квартиру. Вот тогда-то ты это письмо и нашел. Какое письмо? Вы мне сейчас скажите, о чем вы? А кому письмо-то было адресовано? Какое письмо вообще? Есть какая-то экспертиза этого письма? Письмо просто было написано, чтобы не выбрасывать гармонь. Тут вообще не о чем даже разговаривать. То есть, по факту, квартира нашего отца, ее заняла моя сестра. То есть, как говорится, даже сама въехала в нее специально. Я по-братски ей оставил эту квартиру. Я поняла вас ответить. А тут дальше... Суд удаляется для вынесения решений. Далее в программе. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Я знала, где она, с кем она гудает. Она знала, где что. Знаете, я бы тоже от вас сбежала. Я не сказала бы, куда. У мужчины пропала любимая жена. Спустя пять лет ее признали умершей. А спустя еще два года выяснилось, что женщина жива. Но чтобы снова стать ее мужем, ему необходимо развестись со второй женой. Тебе квартира досталась, а ты... Да молчи. Так, суд оглашает решение. Иск о взыскании половины денежных средств, находившихся в имуществе, переданного по наследству в собственность ответчика, оставить без удовлетворения. Суд отказывает в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что фактически между истцом и ответчиком наследство было разделено по соглашению сторон. В судебном заседании установлено, что истец и ответчик договорились между собой разделить имущество умершего, а именно ответчик отказался от своей доли в квартире в пользу истца, а истец согласилась передать ему любые личные вещи отца, какие бы он ни попросил. Собственно, это и произошло. Никто из вас не знал о наличии денежных средств в этой гармонии, если действительно таковые имели место быть. В соответствии с законом, а именно в соответствии со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел наследственного имущества может производиться по согласованию сторон, независимо от причитающейся наследнику доли и, соответственно, стоимости имущества. Решение понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я, конечно, не ожидала, что мой брат окажется таким подлецом и жмотом, но квартиру все-таки, хотя бы квартиру я себе отбила. Ну, я, конечно, очень удивлен отношениями сестры, то есть она и квартиру получила на халяву, и еще каких-то денег от меня хотела. То есть будет себя так вести, я у нее отсужу и квартиру. Истец требует расторгнуть брак. Ответчик требует определения доли вправе на общее имущество. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, я пришел сюда, чтобы вы нас с ней развели, с этой лживой, двухличной, двуличной женщиной. Мы с ней абсолютно чужие люди. И наш брак – это ошибка, понимаете? Она мне лгала все это время. Полтора года. Полтора года мы с ней были в браке. Полтора года. Детей, детей у нас, слава богу, нет. Совместного имущества мы не нажили. Как не нажили? Не нажили! Все, все это мое, все мое, понимаете? Ответчица Маша – это моя вторая жена. Но на самом деле я всю, всю жизнь свою любил Галю, мою первую жену, которая пропала 7 лет тому назад. А я просто места себе не находил. Я был в отчаянии, а она все время не давала мне проходу. Она меня окружила вниманием, и я сам даже не понял, как с ней стал сожительствовать. С ней стал в гражданском браке. Но на самом деле я любил Галю, понимаете? И ждал, я знал, что она, я предчувствовал, что она жива, она вернется. Маша заставила, надоумила меня, чтобы я оформил ее без вести пропавшей, официально через суд, а потом через 5 лет умершей, понимаете? Но интуиция моя сработала. Галя вернулась, Галя вернулась и... Где же ваша Галя была все это время? Она... Я простил ей все ошибки. Все ошибки я ей простил, понимать? Да не гуляла она! Это ты ее надоумила! Это ты ее! Это ты! Из-за тебя она ушла от меня, понимаете? А ответчица была знакома с вашей Галей-то? Да самое что... Да, это моя близкая подруга. Они две подруги. Дело в том, что Маша знала, что Галя жива все это время. Знала! Знала! Она с ней встречалась. Переписывались они с ней, понимаете? Да ты все врешь! Не было такого! Кто врет? Мне Галя все рассказала! Дело в том, что Галя... Галя тебе 7 лет была. Где Галя была 7 лет? Ты почему она с вами не переписывалась? Ну, она... Она не хотела меня расстраивать. Она не хотела... Чем расстраивать? Блин, что она жива? Понимаете, я был... Понимаете, я был просто... Может, сейчас я могу рассказать все, как бы... Был в шоке, понимаете? Я был в шоке. От чего? От того, что женились на ответчице? Или от того, что Галя ушла? Не, она же... Ну, она же знала, что... Что они... Что мы вместе. Она думала, что у нас... Что? Маша и я. Да не знала. Галя знала. Да знала она. Она не хотела нас трогать. Она думала, что у нас все будет в порядке. А на самом деле мы любим друг друга. А почему Галя ушла-то от вас? И скрылась в неизвестном направлении так, что пришлось признавать ее безвестной отсутствующей и умершей к тому же? Ну, видимо, ей надо было. Да, это 7 лет. Но ей было... Надо разобраться в себе было. И, видимо, она что-то хотела решить. И она решила, видите? И что она решила-то? К вам вернулась или просто вернулась? Да, она ко мне вернулась, и мы хотим пожениться. Поэтому я хочу расторгать этот брак. Понимаете? Все, поняла вас. Документы передайте. Галя вернулась, и вы хотите расторгнуть брак с ответчицей? Конечно. Не прямо сейчас. Пожалуйста. Ответчик. Спасибо за терпение. Слушаю вас. Ну, произошла такая ситуация, что спустя год, как Галя исчезла, я всячески поддерживала Сергея. Да, у него был трудный момент в жизни. А вы знали, что Галя исчезла в неизвестном направлении? Или вы знали, где она? Нет, этого я не знала. Понимаете? Да знала ты все. Ты лжешь. Во-первых, да, я согласна с иском мужа. Я готова на развод. Но только в том случае, что я ему так ненавистна. И поэтому я не хочу держать его силы. То есть с иском о расторглении брака вы согласны? Вами предъявлен встречный иск о разделе имущества. Но тут прозвучало, истец говорит, все мое, вы не имеете права. Но правда, он мне не сказал, что мое и на что вы не имеете права. Смотрите, какая ситуация. Я могу сказать, что все мое. Давай я скажу. Ты же сказал, ладно? Вы же сказали, что все ваше. Я требую, чтобы вы признали мою долю на право на на право на общее имущество, наша двухкомнатная квартира, которую мы купили вместе, когда стояли в браке. Мы с Сергеем долгое время жили в гражданском браке. Это же было после исчезновения Гали. И мы хотели улучшить свои жилищные условия. У него была однокомнатная квартира и у меня однушка. Мы продали наши квартиры по 2 миллиона рублей и купили двухкомнатную в городе Курске за 4 миллиона. Я купил двухкомнатную в Курске. Они получили денег и приобрели эту квартиру. Никуда мы не складывались. Петечка, я сейчас вас выгоню из зала судебного заседания. Но если она лжет. А я разберусь, кто из вас лжет. Я разберусь. Разбери. Ваша честь, у меня есть документы, подтверждающие. Когда вы купили квартиру? Купили квартиру? Ну, когда находились с ним в официальном браке. Не покупала она никакую квартиру. Я купил. Когда была квартира зарегистрирована? Уже в браке состояли или нет? Истец, к вам вопрос. Да. Уже состояли в браке? Да. У меня есть документы, подтверждающие продажу наших однокомнатных квартир. И выписка из банковского счета, которая подтверждает, что я переводила на счет Сергея 2 миллиона рублей. Это, собственно, и было на покупку двухкомнатной квартиры. За какую сумму была приобретена двухкомнатная квартира? 4 миллиона. Что ты врешь опять? Никуда ты мне не переводила на покупку квартиры. Я сам отслеживаю. Документы к делу, да, пожалуйста. И вот как все случилось, собственно, с Галей. Она никогда его не любила. Она постоянно ему изменяла. Да это ты подстрекала тут. Ты сейчас подстрекай. Замолчи, пожалуйста, дай я все расскажу. Она пропадала, уезжала на некоторое время. И мы с ней созванивались, переписывались. То есть я знала, где она, с кем она гуляет. И территориально, где она находится. Она знала, где, что. Но это было до того... Я бы тоже от вас сбежала. Я не сказала бы, куда. Это было до того, как она исчезла в последний раз. Она связывалась с людьми криминальными и со всякими бандитами. У нее было много любовников. Что ты наговариваешь? Сергей, конечно же, не был в курсе. Но так как мы с ней близкие подруги, я знала о всяких ее похождениях. И в последний раз она просто исчезла. Я также разволновалась, как и Сергей. Но я не могла с ней связаться. Потому что телефон был выключен. И, соответственно, я не знала, где она. Прошел год. Примерно год прошел. От Гали ни слуху, ни духу. Сергей, он там чуть ли не прыгнуть с крыши хотел. Он был в таком состоянии. Я понимала, что я не могу его бросить. И воспользовалась. Хорошо, вы вышли за него замуж. Давайте к имуществу все-таки. К имуществу поближе. Когда вы продали квартиру? До регистрации брака? Уже находясь в официальном браке, я продала свою квартиру, и он свою. Это так, эстет? Меня интересуют только эти обстоятельства. Я же сказал вам, да. Да. Вы продали свою квартиру. Да. И ответчица продала свою квартиру. Вы были в браке. Да. И эти денежные средства вы вложили в квартиру. Я свои вложил. За какую сумму была куплена квартира? Четыре миллиона. Четыре миллиона. Четыре миллиона. Это мои четыре миллиона. Это ваши четыре. Конечно. За какую сумму вы продали свою квартиру? Что? Свою квартиру продали за какую сумму? За два. За два. Два с половиной. Скажите, а перечисляла ли денежные средства в размере двух миллионов, отвечатся вам на счет? Да. Так. И? Ну, это был ее долг. Какой долг? Ты мне должна была два миллиона до брака. Чем подтверждается наличие долга? Документами, которые... Какими документами? Ну, как бы... Какими документами? Расписка, договор займа. Есть только вот выписка банковского счета, там, где я приводила ему деньги. Мы были в близких отношениях, поэтому я занял... Есть ли у вас расписка долговая на два миллиона, либо договор займа? Нет. Нет. Хорошо. То есть вы просите признать эту квартиру вашим общим имуществом... Да, все верно. ...и определить доли в размере по одной второй, соответственно, вам одну вторую. Да, понимаете, когда мы купили квартиру, Сергей оформил ее на себя. Что ты ужожжешь! Это наша квартира с Галей. Замолчи, пожалуйста, ну хватит уже! А Галя вкладывала туда денежные средства? Она вкладывала в первую квартиру. В первую квартиру? Да. Можно сказать, я продал квартиру совместную, можно сказать, нашей с Галей. Да Галя, при чем тут Галя? Галя уже давно не была, она исчезла. Так, хорошо, Галя-то у нас когда появилась? Вы когда узнали, что она жива? Узнала буквально месяца два назад. До этого не общались с ней? Нет, мы не общались. Как это не общались? Ты что врешь? Я так понимаю, что... Кто из вас заявил свидетель-то? Вы или вы? Галя-то здесь? Да, я вот и хочу позвать Галю. Отлично, сейчас мы ее позовем. Пожалуйста, пригласите. Свидетель со стороны истца. Представьтесь, пожалуйста. Тоболина Галина Владимировна. Решение суда уже состоялось о том, что вы это вы? Да. А то вас тут умершие признали. Ваша честь, я очень прошу вас развести поскорее... Вы не можете ничего просить у суда, потому что вы свидетель. Вы можете дать пояснение по существу спора. Что касается расторжения брака, то ваше мнение суд не интересует. Меня интересует ситуация по поводу квартиры. По поводу приобретения квартиры, известно ли вам что-либо? Собственник квартиры, где мы с Сергеем сейчас проживаем, собственник Сергей, квартира появилась после того, как меня признали умершей, у нас была до этого однушка. После этого он стал собственником этой однушки, продал эту квартиру, и остальную часть добавил, это были наши с ним накопленные средства, которые были у него на счету. Да какие ваши? Это были мои деньги, которые я получила за продажу квартиры. Никакого ты отношения не имеешь. Я не понимаю вообще, ваша честь, я не понимаю, почему эта тварь должна сейчас претендовать на что-то. Ваша честь, я не была 7 лет. Я не понимаю, почему вы оскорбляете ответчика в зале судебного заседания. Ну, понимаете, она испортила нам 7 лет жизни. Почему? Как я испортила? Ты попала, пока не была. Сейчас я расскажу, как ты испортила нам эту жизнь. Она, понимаете, еще когда мы с Сережей начали встречаться, она уже имела на него виды... Нет, подождите, вы уехали 7 лет назад в неизвестном направлении. Так в этом она виновата. Почему? Потому что она что, заперла в погребе? Она ходила и постоянно мне капала на мозге, что это не мой человек, что мне нужен другой, более обеспеченный. Она уехала. Друг ее двоюродного брата к ней приезжал, Денис, она меня с ним решила свести. И пошла ходить, что это моя судьба, вот только он мне и нужен. Но вы уехали с ним? Я уехала с ним, да, я поддалась на это. 7 лет я живу как варный ответчик. И 7 лет вы скрывались? Я не скрывалась, я просто не стала говорить мужу. Он так любил меня, так трепетно относился ко мне, у меня язык не был. Что вы решили, что лучше пусть он подумает, что вы умерли, утонули, провалились. Мы общались мы с тобой. Мы с тобой общались. Ты постоянно ему извиняла. Что ты врешь, что ты врешь? Она все ему расскажет. Ты обманываешься. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу, всех встань. Ты шлюха, ты просто постоянно... Знаешь что, дорогая моя, после того, как ты не испортила вот этот сюжет. Тихо, 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 тихо. И что ты мне будешь говорить, что ты там ни при чем, да? Сама уехала, сама выбросила. Я, может быть, и уехала только из-за того, я уехала в итоге. Да не обращать на нее внимание, она того не стоит. Да как не обращать внимание, вот эти семь лет, ну что такое было? Да ладно. Я тебя не заставляла бросать мужа. Да она будет мне вовремя. Прекратите на нее вообще. Порядок в зале суда. Прошу садиться. Спасибо, судебный пристав. Тишина в зале суда. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между истцом и ответчицей расторгнуть. Иск об определении доли в праве на общее имущество также удовлетворить и признать за ответчицей право собственности на одну-вторую долю квартиры. Соответственно, вторая половина квартиры будет принадлежать истцу. Брак расторгается на основании статьи 22, часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации. Также суд определяет долю каждого из супругов в спорной квартире на основании статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как данная квартира была приобретена ими в общую собственность, хотя и была зарегистрирована на имя истца, но в судебном заседании установлено, что стороны продали свои добрачные квартиры. Ответчик продала свою квартиру и, соответственно, истец также продал свою квартиру. Эти квартиры были добрачные. Соответственно, новая квартира приобретена на эти денежные средства, но на имя истца. Таким образом, эта квартира, приобретенная, является общим имуществом, но эта квартира не является общим супружеским имуществом, так как супружеское имущество приобретается на общие супружеские средства. Здесь же квартира была приобретена на личные средства каждой из сторон. Поэтому разрешение данного спора происходит не по нормам семейного законодательства, а по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Суду представлены письменные доказательства того, что квартиры были проданы, денежные средства, которые ответчик выручила от продажи квартиры в размере 2 миллионов рублей, были перечислены с ее счета на счет истца. Утверждение истца о том, что это были долговые обязательства, не подтверждены в судебном заседании. Напоминаю сторонам, что каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в суде. Поэтому суд не признает и не принимает данные пояснения истца. Решение оглашено. Дело закрыто. Ты, пожалуйста, не должна жить, я так полагаю, да? А чего ты хотел? Ну ты тварь, а! Решение суда. Иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить. Я этого так не оставлю. Я буду подавать высшие станции, понятно? И мы разберемся, кто из нас прав. Очень жаль, что я 7 лет своей жизни отдала этому человеку, который просто недостоин был меня. Но хотя бы половина нашей квартиры признана моей по закону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова